всем привет начинаем шить платье стиляги я выкраиваю из атласа полочку по основе но обязательно сверяю со своими мерками также делаю спинку разрезаю и посередине юбка у нас присборенное солнце краю и и по всей ширине ткани то есть из квадрата 1,5 на 1,5 метра и выкраиваю подклад из кулирки с лайкрой точно по полочке и спинке теперь фатин мы берем двойную длину но так как у нас будет планка мы 3 сантиметра примерно отнимаем то есть делаем короче с основной длины на 3 сантиметра и выкраиваем три полосы двойных и три полосы одинарных двойную полосу сворачиваю пополам вот так я сначала сначала в кольцо и теперь сворачиваю пополам и сутюжила все пополам и каждый слой буду обрабатывать по краю косой бейкой одинарную полосу я просто соединила в круг и тоже край будет обрабатываться у меня по кругу начинаем обрабатывать берем косую бейку это атласная косая бейка купленная в магазине я в нее вкладываю леску которая я уже подготовила я и сварила оставляем примерно сантиметров 5-7 и вот так вот вкладываю и начинаю ее так вот одним швом настрачивать обтачивать окантовывать вот правильное слово и окантовывают так весь край то есть все три слоя буду окантовывать вот таким вот образом обычной лапкой как вы видите никаких приспособлений я не использую есть специальная лапка для окантовывания косой бейкой но у меня такой лапки нет меня вполне устраивает моя обычная лапка уже набила поэтому все получается довольно быстро но так вообще конечно трудоемкий процесс сейчас мы будем вот я по кругу прошлась и теперь нужно нам круг соединить аккуратно нашу косую бейку и леску не доходя отрезаем не прострачиваем тут оставляем вымеряем нашу леску сколько нужно и сейчас я возьму специально купила для этого такие маленькие типа колечки вот они совсем мизерная магазине рукоделие продается и буду заталкивать обе лески в одну вот у меня немножко не входит поэтому я ее сейчас чуточку приплюсну чтобы она была не круглая а как бы овальная и тогда у меня обе лески войдут вот смотрите она и вторая с трудом но влезла все выравниваем нашу длину сколько нужно и зажимаем так нужно проверить насколько крепко зажали все и теперь излишки отрезаем с леской разобрались теперь будем соединять косую бейку тоже выравниваем ее немножко в нахлёст да не встык срезаем и соединяем ее как бы перпендикулярно друг другу угол на угол так вот кладем расправляем все вот эти то что там сгибы нужно заколоть чтобы все это аккуратно получилось у нас здесь и здесь с другого края вот так и теперь по диагонали нужно это соединить стачать обязательно закрепочки делаем так убираем наши булавки и срезаем уголок оставляем примерно 3 миллиметрик а то может быть два даже чуть-чуть махоньки совсем припуск все теперь мы укладываем аккуратно наши вот эти вот что должно загибаться расправляем этот тот участок который у нас остался аккуратненько его настрачиваем делаем это аккуратно потому что у нас теперь уже шовчики появились утолщение вот как-то как-то так все мы замкнули в круг наш слой каждый из трех слоев таким образом мы соединяем в круг вот видите как получилось ее даже почти не видно во всяком случае при сборном состоянии будет незаметно вот смотрите что я сделала двойной который слой и который одинарный я их сложила вместе вот их три слоя получилось и сделала строчку две строчки для сборки прям по всем троим трем слоям и теперь буду собирать все три слоя одновременно собираю очень туго очень крепко потому что получилось у меня три раза по 9 метров это довольно таки большая толщина вот и поэтому нужно собирать туго и аккуратно чтобы не порвать нитку ну вот я и собрала вот такой получился у меня бутерброд можно сказать три слоя теперь нужно вот по линии сборки промерить на какую планочку украивать все это аккуратненько измеряем потому что в линию талии вот эту толщину сшивать это будет ну очень толсто и теперь из ткани мы выкраиваем эти планки вот такой вот величины как мы измерили только это будет нижняя часть вообще можно ее как пояс выкроить прямой сантиметров наверно 6 мы выкраиваем ну что потом можно было лишнее срезать выровнять то есть получается у нас по кругу это будет размер нашей сборки и 6 сантиметров шириной таких планочек мы выкраиваем 4 потому что они у нас будут с двух сторон и смотри и снаружи вырезаем оставляем по бокам припуску чтобы стачивать еще сейчас две таких же вырежу вот четыре штуки у меня выкраины и сейчас я их между собой стачаю эти две и эти две тоже нашу собранную юбку мы делим на четыре равные части боковые как будто на швы и передние и задние части вставляем туда булавки чтобы было понятно где это и наши уже расшитые планочки находим тоже у них серединке помечаем накладываем по нашим меточкам лицом к лицу их и по этим четырем точкам скалываем вот здесь так переключила и повнимательнее надо быть вот так это будет и последнюю где тут она густая очень сборка поэтому булавка потерялась там у меня все вот я их сколола и теперь сметаю приметала одну берем вторую вторую нашу планочку делаем тоже самое находим центр и теперь уже смотрите как с другой стороны со стороны фатина лицевой стороной прикладываем и тоже также по четырем точкам меткам соединяем вот как бы другой стороны у нас получается между двумя тканями любка из фатина такой вот бутерброд такой вот бутерброд вот смотрите как оно получилось так я приметала сейчас буду строчить вокруг одной строчкой а потом удалю все нитки сборки и наметки чтобы чистенько все было вот так получается вот так получается и теперь вот здесь вот еще нужно будет прострочить примерно на два миллиметра девочную строчку так переходим к нашей верхней юбке вниз будем обрабатывать зигзагом по линии талии будем собирать делаем данную строчку здесь подворачиваем и обрабатываем ну примерно вот пол сантиметрика я подвернул и обрабатываем зигзагом теперь сделаем вверх плечевые швы нам нужно соединить вот я сколола и также нужно соединить параллельно как бы плечевые швы у подклада наш подкладик скалываем и источиваем плечевые швы все я их соединила плечевые шовчики наши заутюжила их на полочку то есть наперед и теперь чтобы осноровить мне нужно их сколоть вот по плечевым швам осноровить это значит убрать все лишнее отрезать подрезать скалываем теперь так вот раскладываю и их вот друг с дружкой аккуратно все во многих местах скалываем потому что ткань как видите скользкая да она везде ползет во все стороны поэтому лучше ее сколоть как можно чаще вот я сколола теперь подрезаем выравниваем горловинку у меня была примерка на ребенка поэтому у меня есть меточки по которым мне нужно подрезать видите как она не слушается прям ползет под руками под ножницами и теперь вот тут мне надо побольше вырезать потому что так намерили мы не тут помечено то есть кромочку я вырежу больше чем строила вот так теперь глядите я перегнула по плечевому шву и вот тут смотрю что у нас тоже было ровненько тут надо немножко вот тут еще выровнять ну и теперь чисто так вот подравнять везде вот эти вот боковые срезы убрать все лишнее все выровняла теперь то же самое точно так же мы скалываем наш подклад таким же образом вот теперь накладываем нашу верхнюю часть уравниваем вот эти сгибы обязательно нужно уравнять и скалываем их между собой чтобы они никуда не разъезжались вы смотрите тут сгиб обязательно и все лишнее удаляем срезаем все вот эти вот что осталось у нас не срезанная то есть они у нас должны на этом этапе быть совершенно одинаковые тут немножко еще вниз подрежем в общем выравниваем все убираем наши все булавочки и теперь смотрите что делаем с подкладом нам нужно вот в этой части еще немножко срезать примерно на пол сантиметрика на 5 миллиметров примерно вот смотрите вот тут я подрезаю чтобы нижняя часть подклад был немного уже чтобы когда мы его соединили он у нас нигде не выглядывал подрезаем здесь и вот на горловинке тоже вот именно вместе в том месте где нас плечо тоже подрезаем примерно на 35 миллиметров ну все начинаем теперь соединять раскладываем наш атлас и выкладываем на подклад соединяем по центру скалываем плечики сначала мы будем делать горловину здесь уравниваем все срезы с другой стороны и я буду сметывать потому что ткань непослушная атлас очень ползучий а кулирка тянется во все стороны поэтому лучше сметать аккуратнее потом будет вот я сметала все сейчас я буду втачивать оставляем по два примерно сантиметра для молнии не застроченным я прострочила нашу горловинку и теперь срезаем все лишнее примерно вот оставляем миллиметра три остальное все срезаем чтоб тоненький у нас тут шовчик был аккуратненький вывернули и нужно сделать нам закрепляющую строчку по подкладу вот так сделала от утюжила все корловинка разобрались теперь начинаем обрабатывать нашу пройму таким вот образом выворачиваем соединяем плечевые швы между собой скалываем здесь вот точно все по срезам укладываем так и вот здесь вот будем наметывать а потом стачивать и так вот я сначала пройму и теперь тоже нужно подрезать припуск оставив примерно 3 миллиметра вот я все подрезала и теперь выворачиваем его так расправляемся и проверяем что у нас получилось выворачиваем обе половинки так вот сейчас нам нужно будет здесь тоже сделать строчку закрепляющую по подкладу туда отворачиваем припуск и делаем строчку все я строчки эти сделала за утюжила все у нас все получилось горловинную пройму мы обработали осталось нам сейчас соединить боковые швы разворачиваем их совмещаем вот эту точку обязательно чтоб они там четко все совпадало скалываем и будем стачивать вот таким образом с одной и с другой стороны здесь все чтоб совпало вот я сначала все проверяем теперь нужно вывернуть и расправить припуск на спинку я буду его отправлять направлять вот у нас получилась вот такая вот верхняя часть нужно теперь нам поставить молнию укладываем наш молния потайная прикладываем ее только вот к ткани которая верхняя к атласу прикалываем ее аккуратно уравниваем все края и вторую половинку тоже также прикалываем и я еще это приметываю ничего не сдвинулось потому что ткань капризная все теперь можно застрочить смотрите я притачиваю молнию специальной лапкой для потайных молнии притачали проверяем как она не состегивается теперь нам нужно вот так вот ее отогнуть выровнять подклад и вот здесь вот застрочить верхнюю часть где я скалываю отстрачиваем в этом месте как бы продолжаем эту строчку все и подклад я вот смотрите уже притачала металла вернее сейчас я буду притачивать все все притачали подклад теперь тут все расправляем наметку я сейчас уберу сразу перед тем как отрезать уголок я сначала проверяю выворачиваю на лицевую сторону проверяю как все получилось все меня устраивает поэтому можно уже здесь все срезать срезаем остатки молнии и вот этот уголочек хорошенечко отрезаем чтобы брать всю толщину и выворачиваем ну вот все молнию мы в начале вот так у нас получилось берем юбку нашу вниз у нас уже обработанный и начинаем ее собирать две строчки для сборки сделали теперь собираем собираем ее до талии вот верха лифа до такого размера теперь наш подъемник нужно соединить с нашей юбкой на юбке я пометила тоже боковые швы перец зад и теперь совмещаю их с подъемника вот с этой вот планочки которым мы пришили нужно их все сколоть вот эти точки соединить между собой меточки наши тоже серединку не отметила находим серединку и скалываем ее с серединкой юбки все аккуратно укладываем и я тоже сейчас буду это все приметывать потому что здесь получается толщина и скользкая ткань то есть одними иголочками здесь не обойтись нужно приметать какие приметала все теперь мы будем соединять нашли с юбкой вкладываем внутрь юбки верхнюю часть лифт смотрите чтоб у вас перед и зад все было правильно и тоже тут соединяем скалываем по боковым швам спинку середину спинки и молнии все это уравниваем смотрите что подклад тоже хорошо у вас люк все сейчас я это буду приметывать и потом притачивать притачивать начинаем кроить наш подклад под юбку так вот я взяла под кончатую ткань свернула пополам сейчас мне нужно найти радиус мы берем наше платье и измеряем его по линии талии у меня получается 33 сантиметра то есть надо это получается 66 чтобы найти радиус нам нужно 66 разделить на 3,14 получается вот 21 сантиметра и длину я делаю короче самой юбки на сантиметров на 5-7 у меня получается тут сантиметров 30 вот этот вот радиус я вот так откладывала и вырезала вот подклад все теперь я сначала единственный шов обметала его и обработала низ вот у нас подкладик как бы готов все сейчас я опять определяю серединке переда спинки и боковые стороны пока берем наше платье здесь я уже талию при тачала юбку к верху и убрала все нитки и сборки наметки все убрала почистила все это берем наш подкладе шов сточной мы будем уравнивать с со спинкой где у нас молния стоит смотрите как я его повернула вот таким вот образом у нас лица должно быть все чистенько все прикалываем наш подклад нашу юбку подкладочную точно так же и и соединяем со всеми точками по бокам спереди сзади вот она у меня эта точка и здесь и сейчас я буду тоже приметывать подклад я буду приметывать именно в строчку вот в эту и потом втачивать я буду тоже в строчку втачивание как я втачивала этот верх и низ так все вот я втачала об металла выложила на верлоке вот смотрите что у нас получается у нас получается совершенно чистая изнанка вот здесь вот я еще закреплю строчкой беру припуск и с подкладом сделаю там еще строчку так теперь уже практически платье сама у нас как бы готова все проверяем смотрим удаляем все ниточки лишние наметку и так далее не смотрим что тут у нас получилось так теперь мы делаем пояс смотрите я выкроила пояс и по центру я его проклеила а кончики я сделала на зигзаге обработала теперь вот этот центр он примерно равен объему талии я его сейчас скалю смотрите чтобы он был ровный равномерный от центра все я сначала вывернула утюжила вот получился вот такой пояс у нас все смотрим опять находим серединку центр для того чтобы его сейчас платью соединить платье находим серединку переда нашего платья помечаем и сейчас центр к центру накладываем шов у нас пошел вниз и прикалываем прямо вот к самому к самому шву где у нас притачен лиф и юбка туда близко близко хорошенечко сейчас прикалю начиная от центра вот начинаем так и прикалывать в разные стороны при этом пояс должен быть ну как бы в натяг то есть чтобы он потом у нас не обвисал не оттопыривался мы его максимально натягиваем вот здесь по боковому шву будет шов притачивания пояса прям насквозь его притачаем на строчим так теперь другой стороны также прикалываем и теперь вручную вот я смотрите снизу так подлазить подлазить туда и вручную по низу потайными стежками мы его пришиваем прям вот в этот шов наш который по талии от бока и до бока вот я решила а по бокам мы его на строчим тоже все выравнивайте чтоб все было прям аккуратненько в натяг чтобы он не обвисал вот этот приколоть и нужно прям в боковой шов его втачать так вот строчечку сделать вот смотрите как у меня получилось с этой стороны тоже ее видно эту строчку все пояс мы сделали и теперь самое любимое это раздвигать слои сейчас мы все это раздвигаем все слои нам осталось сделать бант вырезаем вот такой прямоугольник 19 на 36 сантиметров я его уже проклеила продублировала и теперь смотрите как я его буду стачивать вот здесь вот оставляя расстояние не и вот по краям вот так вот должно получиться такой конвертик как будто теперь выворачиваем его и утюжим уголочки хорошенько вот это вот отверстие теперь нужно зашить вручную все вот смотрите я тут украсила маленько стразиками все они приклеились хорошенько вот теперь делю вот так пополам сворачиваю чтобы найти середину и посередине большими стежками стягиваю его в бант так хорошенечко укладываем и закрепляем как банки все теперь по перемычку нужно нам сделать 17 на 5 вот такую вот черненькую я делаю полосочку и стачиваю и выворачиваю и утюживаю вот такая полоска у меня получилась теперь смотрите вот я ее нужно приложить так нет даже не сюда вот отсюда ее нужно приложить смотрите и пришить сначала этот край то есть как как бы он ближе к изнанке нашего банка теперь нужно обвернуть и закрепить его с другого бока а там дальше должна будет у нас получится петля так все поправляем закрепляем теперь с этого блока его все и теперь оставляем петлю которая должна налезть у нас на на узел все банк у нас готов с петлей теперь мы его будем мерить смотрите я сначала дело банк теперь завязываю узелок ну это мы на ребенке конечно будем делать сейчас я просто пробую и теперь один кончик я просовываю обратно в этот в эту петлю и натягиваю наш бант на узел смотрите вот он свободно хорошо там сидит и никуда он от нас не денется такой бант уже завязать мы не сможем вот а вот таким образом можно носить и без банка это платье просто пояс завязывать можно вот так вот смотрите какой платье у нас получилось